Здравствуйте, товарищи! Пора разобраться с тем, как из нашего понятия об объекте появляется умозаключение. Происходит это через суждение, а любое суждение содержит в себе как утверждение, так и сомнение. Суждение – это определение понятия, субъективная абстракция, получаемая рефлексией на личного бытия. Появляется суждение из понятия, как его явление, а его моменты дают представление. Суждение становится умозаключением через дополнение единства, субъекта и предиката. Вот, например, яблоко. Оно отражается в нашем мозгу и сверяется с нашим понятием о том, каким должно быть яблоко. Разум, наблюдая явление яблока перед своим взором, совершает суждение о том, по всем ли признакам данный фрукт соотносится с определением яблока. Взвешивая все характеристики представленного яблока, человек делает умозаключение о том, является ли данный фрукт яблоком или нет. Переход от суждения в умозаключение происходит через развитие категории суждения. Суждения бывают. А. Субъективное суждение. Это самое простое суждение на личном бытие, то есть об имеющемся яблоке, о том, что оно перед нами есть. А. Суждение рефлексии. Это уже более сложное суждение, предположение о том, что яблоко перед нами может быть не единственным на свете. А. Суждение необходимости. Это суждение в обратную сторону, о наличии тождественных связей между множеством яблок. А. Суждение понятия. Это формальное суждение и субъективное представление о том, соотносится ли наличное яблоко с нашим представлением о том, каким должно быть яблоко и с чем наличное яблоко не является схожим. А. Субъективное суждение. Оно же непосредственное суждение. Видит в предмете его единственную действительность и одновременно его понятие. Единственное понятие реальность – есть истинное суждение. Непосредственное суждение на личном бытие начинается с положительного суждения, затем его отрицание и, наконец, бесконечное отрицание всех предикат, не относящихся к предмету рассмотрения. Бесконечное отрицание в суждении имеет положительную сторону. Отрицание – отрицание. Если объяснять на яблоках, то яблоко, находящееся перед нашими глазами, вызывает следующие мысли. Первое. Положительное осуждение. Яблоко есть фрукт. Или обратное положительное осуждение. Фрукт есть яблоко. То есть яблоко является одним из многих видов фруктов. А среди фруктов есть особенный вид плодов, который называется яблоками. Отрицательное осуждение. Когда мы подвергаем сомнению то, что яблоко является фруктом. В представлении человечества яблоко не просто фрукт. Оно еще является символом города Нью-Йорка, эмблемой Эппла, ну и наконец запретным плодом. То есть перед нами все что угодно, но не плод яблони. Бесконечное осуждение. Это когда мы отрицаем все, чем не является яблоко, до бесконечности. Но чтобы не свалиться в дурную бесконечность и развить нашу мысль дальше, необходимо применить закон отрицания-отрицания. Удержать положительный момент в отрицании, оставить нечто общее для всех яблок. Отличное от всего остального на свете. В осуждении рефлексии есть более обобщенное осуждение. Определенное предположение. Через сингулярное осуждение об особенном, или говоря иначе единичном, делается партикулярное осуждение о частном. То есть суждение о нескольких или не единственное. К универсальному суждению, о всеобщем, множественное или бесконечное. Что данный фрукт существует не в единственном экземпляре, а есть еще и другие яблоки на дереве. А раз уж есть одно яблоко перед нашим взором, да еще несколько яблок в листве кроны дерева, которые прямо сейчас не виды нашему взору, то на свете найдется еще много деревьев с подобными плодами. С. Осуждение необходимости происходит от множественными суждениями. Начинается с категорического осуждения о распаде множества до частного. Переходит к гипотетическому суждению через необходимость прийти к собственному бытию. Развивается до разделительного суждения. То есть мы возвращаемся от более общего суждения к более частному. Среди множества яблок есть яблоки красного цвета. А раз из множества есть фрукты, отличающиеся красным цветом, то есть яблоки других цветов. Например, желтое и зеленое. Получается, что более правильное полное суждение будет выглядеть следующим образом. Яблоко может быть или красным, или зеленым, или желтым. Д. Суждение понятия или суждение модальности. Предположение гложествования, что вещи соответствуют или не соответствуют понятию, что развивает нашу мысль до умозаключения. Повторяя весь прошлый цикл в более сложном варианте от А. Ассерторическое осуждение. Утвердительное осуждение, которое констатирует наличие характера объекта. Б. Проблематическое осуждение. Появляется из ассерторического путем его двойственности. С. Поподектическое осуждение. Доказательное осуждение, переходящее в умозаключение. Путем вывода характера доставания утверждения и отрицания. Например, как понять, спелое перед нами яблоко или нет. Наши осуждения начинаются с того, что яблоко красного цвета. А красный цвет характеризует его как спелое. Потом у нас возникает сомнение. А действительно ли яблоко достаточно красное, чтобы быть спелым? Далее мы отбрасываем наше осуждение и делаем умозаключение. Яблоко перед нами имеет достаточно красный цвет, чтобы считаться спелым. Такое осуждение истинно, так как объективно соответствует своему понятию и содержит в себе все моменты. Через наполнение осуждения связями между субъектом и предикатом появляется умозаключение. Но об этом в следующей главе. Спасибо за внимание.